Скорпионы, приветствую вас на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер и для вас я снимаю ваш торопрогноз на неделю. Смотрим и анализируем период с 14 по 20 февраля 2022 года. Работать мы будем сегодня с парными колодами. Это будут и торо и оракул мистических моментов. Эти инструменты будем использовать сегодня для просмотра событийного ряда. Очень часто вы мне пишите, что вы не видите какой-то знак. Почему у вас так происходит я не вижу, потому что постоянно где Скорпионы или что-то еще. Ребята, для того, чтобы быть в курсе всех видео, подписывайтесь на канал, перепроверяйте у себя подписки и вы сможете всегда своевременно получать оповещение о новых видео. А сейчас подумайте о том, что для вас является значимым. Будем с вами смотреть, сопоставлять предстоящие события. Так, позитив недели, негатив недели и совет от карт. Что у вас здесь? Так, здесь повторюсь, карты мы трактуем исключительно в позитиве. Как видите, здесь у вас ложится пятерка мечей, тройка жезлов и девятка жезлов. Это знаете, как я могу сказать, не было бы счастья, так несчастье помогло. Иными словами, когда вы на что-то очень сильно надеялись, хотели это заполучить, не важно, что это, будь то новая должность, какая-то поездка, новые отношения и все, знаете, как говорю, в жизни мимо кассы, то это не повод лить слезы. Это если вам чего-то не дают, значит вам это не нужно и будет лучше. Поэтому, как показывают арканы, не оказывайте сопротивления, не пытайтесь всплыть против течения, взвесьте все за и против, возможно действительно то, чего вы хотите, вам не нужно. Это как такой ключевой момент. Если эти арканы с вами будем смотреть с точки зрения личной жизни и на данном этапе вы свободны, то здесь, как мы видим, король мечей для женщин может указывать знакомство с человеком. Но могу сказать так, тут не совсем будут клеить сообщения. Почему? Потому что у человека в прошлом был негативный опыт и теперь вот на фоне этого негативного опыта он будет пытаться уколоть всех и вся, навязывать свою точку зрения, быть эмоционально закрытым. Но не ваша задача лечить чью-то из-за раненую душу. Поэтому здесь тройка жезлов и девятка жезлов, они вам как рекомендации держать дистанцию, не открывать душ новому знакомому этому человеку. Если мы будем смотреть ситуацию для мужчин, то это ваша холодность, это ваша резкость, это ваше нежелание идти на контакт с кем-то, знакомиться и выстраивать новые стабильные союзы. Если вы находитесь в любовных треугольниках, то вот здесь, конечно, как показывают карты, идти в банк. Потому что пятерка мечей и тройка жезлов, это как открыть ситуацию, либо заявить о любовном треугольнике, по принципу, будь что будет. Потому что девятка жезлов здесь, особенно по прорисовке, давайте я вам покажу, видите, это отстоять свое право на любовь, приложить к этому максимум усилий, как показывают арканы. Поэтому здесь действительно такая ситуация, связанная с конфликтом и попытками отстоять право на развитие тех либо иных отношений. Если у вас стабильные связи, то есть вы встречаетесь, вы сожительствуете, либо у вас семья и брак. Что же здесь? То здесь по восьмерке мечей это ограничение. Сейчас объясню. Ограничение какого плана? Могут быть конфликты, может быть непонимание. Вы считаете, что ваш партнер или партнерша, как знаете, как обрезают вам крылья, либо подрезают крылья, можно назвать так. Потому что какие-то ваши поступки или действия, они не будут оценены по достоинству. Это первый момент. И здесь еще восьмерка мечей, это как зависимость от партнера по ряду причин, которая действительно вас угнетает, либо давит на вас морально. Но здесь только, знаете, как показывают вам карты. Можно посмотреть на ситуацию под другим углом. И для вас, вот видите, не заниматься вопросами самобичевания и ранить себе сердце. А акцент здесь должен быть на единстве, на поддержке. Если вам партнер или партнерша что-то говорят, либо в каком-то, ну как, направляют, нужно прислушиваться. Потому что вам действительно здесь дают какие-то действенные и дельные советы. Если карты смотреть с точки зрения работы и заработка, на данном этапе вы не работаете. То есть вы домохозяйка, вы в декрете, либо вы не работающий пенсионер. То по пажу Пентакли, это, знаете, как быть на содержании. Но максимум здесь получать какие-то пособия, особенно на детей какие-то выплаты. Но они настолько мизерные, что вы как не можете наполнить свои закрома, и будете ждать какой-то поддержки извне. И это, конечно, вас может немножко угнетать. Если же вы в статусе соискателя, то могу сказать по совокупности этих арканов, и вот здесь у вас ложится пятерка кубков, это разочарование. Потому что все те варианты, которые вам будут предлагать, они не соответствуют вашему запросу. То есть вы будете искать дальше. Если вы являетесь наемным сотрудником, то это какие-то конфликтные ситуации, где вам нужно будет отстоять свои права, свою точку зрения. И по пажу кубков вы будете довольны по ситуации. Почему? Потому что, наконец-то, вы себя ощутите в зоне комфорта. По той простой причине, что, знаете, как своевременно показали Аскал своим коллегам, может быть руководство, которое навешало на вас ярлыки, либо вот тут должностную инструкцию, которая к вам не относится. Если у вас свой собственный бизнес, посмотрим для вас, что здесь по ситуации. То здесь развитие. Это в первую очередь шестерка меча, она всегда указывает на продвижение, на новые возможности, на попытки установления новых контактов. Особенно если у вас где-то по ряду причин застрял груз на таможне, или были какие-то проволочки с таможенными службами, то это как прояснение ситуации, движение вперед. По состоянию здоровья обратите внимание на сосуды, на связки и на сухожилия, потому что они могут дать о себе знать, особенно если вы занимаетесь каким-то активным спортом, то могут быть какие-то незначительные травмы. Поэтому берегите себя. Что у вас здесь по негативу? У вас здесь ложатся король Пентакли и король мечей, но они здесь тоже идут в женском ипостасе, в женском обличье. И как мы здесь видим, у вас ложится шестерка жезлов. То это как траты, это отдавать долги, это закрывать какие-то долговые обязательства, то есть кредиты, просрочки, просто долг. Это выплачивать, допустим, поисковым службам какие-то административные штрафы, либо взыскания. Это первый момент. И это еще траты, связанные с переездом. Но траты больше, чем вы запланировали. Совет. Совет по ситуации. У вас здесь тройка Пентакли, арканка, которая говорит о том, что работает труд, все перетрут. То есть активно работаете, вкладывайтесь, пропишите себе план действий, и даже если эта неделя не сулит ничего такого стабильного и хорошего, уйдите с головой в вашу реализацию, все остальное выправится само собой. Потому что, если мы посмотрим в целом, здесь нет старших арканов, которые являлись бы ведущими, соответственно, и неделя не является значимой. Она проходящая. Это просто, знаете, как неделя анализа ваших поступков, ваших действий, и неделя планирования. Ну, давайте теперь еще посмотрим на оракульную карту, что вам сулит день и ночь. Замечательная карта. Это, знаете, акцент о том, что уметь и видеть и хорошее, и плохое. Знаете, как все воспринимать адекватно, не циклиться на чем-то. Это также, знаете, вот аркан параллелей. Потому что здесь уметь сопоставить доходы и расходы, уметь оценивать удачи и неудачи. Должны понимать, что наша жизнь состоит из полярности, и ваша задача к этим вопросам адаптироваться. Поэтому, если что-то сейчас не клеится, вы должны помнить, что после ночи будет день. После черной полосы будет какой-то прорыв, светлое будущее. Поэтому не нужно здесь каким-то образом себя эмоционально накручивать, а отпустить ситуацию, заниматься тем, что вам сейчас по сердцу. Поэтому я не могу сказать, что неделя негативная. Она, знаете, такая проходящая, не сулящая каких-то мегаперемен. В любом случае, что мы с вами сделаем? Мы все негативные арканы закроем позитивными. А именно, пожем кубков, чтобы у вас была радость, стабильность, хорошее состояние, самочувствие, эмоции, чтобы все ваши дела спорились, чтобы люди к вам шли на контакт, чтобы у вас была поддержка, взаимопонимание, ну и, соответственно, таково развитие ситуации и событий, как вы себе этого желаете. Я вам тоже искренне от всей души этого желаю. Вот таким выходит расклад на эту неделю. От вас по прошествии времени я буду ждать обратной связи, как для вас отыграется этот расклад, насколько видео для вас будет полезным, либо информативным. Поэтому не забывайте оставлять вашу обратную связь, ваш энергообмен. Если видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если актуальны индивидуальные консультации или обучение на картах Таро, то ссылки на мои контакты вы всегда сможете найти под любым из моих видео. Я вас искренне благодарю за просмотр. С вами была Ива Лехцер. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok